Когда мы смотрим на людей, нам нужно смотреть на этих людей, как Иисус смотрел на смоковницу. Помните, которую Он проклял? И очень интересная история с этой смоковницей. Он подошел к смоковнице, потому что хотел кушать. Поправьте меня, если я не прав. Может, я не так читал эту историю, может, у меня другая библия. Он захотел кушать. Видит смоковницу и пошел к этой смоковнице. Раздвинув листья, плодов там не нашел. И проклял ее. И атеисты приходят и говорят, слушай, а как так получилось, что Бог, всемогущий, творец неба и земли, не знал, что на этой смоковнице нет плодов? А это было иллюстрированное проповедь о том, как не надо себя вести. Когда я начал эту тему глубоко копать, ответ пришел совершенно с неожиданной стороны. Мы как-то были на экскурсии в таком заповеднике, называется он Неотхдумин. Вели первобытные оазисы. И там растут все деревья, которые упомянуты в Танахе. В том числе и своковницы. И вот эта женщина, абсолютно неверующая, вообще никуда неверующая, атеистка вся в пентаграммах, рассказывает нам о том, что подобное дерево Иисус проклял. И мы такие, раз ухо, мы же с библейского колледжа, мы же раз так ухо, сразу. Что там она с пентаграммой про Иисуса рассказывает? И она говорит, а вы знаете, почему он его проклял? Потому что это одно из немногих деревьев, которое заботится о своих плодах, как мать и дети. Оно, когда плоды начинают быть мягкими и уязвимыми для птиц, оно прикрывает их своими листьями. И птицы их не видят. Издалека увидеть, есть плоды на этом дереве или нет, невозможно. Можно только подойти и отодвинуть листы, посмотреть. То есть, видимо, настоящие листы с моковницы. Это же не просто так из них там, Адам, Сьева себе сшили. Это же такие листы в полменя. Он видел, как листья прикрывают что-то. И подошел, чтобы взять то, что они прикрывают. А там нет ничего. И он проклял ее. И ученики спросили, за что? Он говорит, потому что не надо быть. И не нужно казаться тем, что ты не являешься. Нужно быть самим собой. Нужно приносить свой плод вовремя. Если у тебя сейчас нет плодов, не надо показывать, что они у тебя есть. Дай этому время. А бывает такое, что не приносит плод дерево. Мы вот жили в прошлом году в доме, где было манговое дерево. Мы так ждали, когда на этом манговом дереве вырастет плод. Мы уже попробовали бы ее давно. Но нельзя. Чужое. А в этом году дало урожай. Почему? Потому что мы его поливали. Поливали постоянно. Вот мы его поливали, а тот, а другой, кто в этом доме будет жить, будет кушать теперь манго. И посоветовать бы ему. Практически сказать, слушай, тут моя вода, и дай-ка мне быстро тут три килограмма манго собирать. Можно меньше. Но можно долго ходить вокруг этого дерева, глядя на то, что там ни один цветочек не завязался, ходить и сказать, ну когда что-то плод это будет, ну когда что плод это будет, плод это когда будет. Ты видишь, что уже осень настала, холод настал, листья начали опадать. Какие там цветочки? Все кончилось. Другие манги, смотришь, там плоды такие висят. И вот тут мы позавидовали. И так получается у нас в разном служении. И когда мы смотрим на служение, нужно смотреть не на то, как мы выглядим, или как выглядят они, как они проповедуют, или как проповедуют они, или как они ходят, или не ходят они, на каких машинах они ездят, на каких конференциях они участвуют. Нужно смотреть по плодам. Есть плод. Иисус говорит, поделите деревья. Те, которые приносят хороший плод, это хорошее дерево. А те, которые плохой плод, плохое дерево. А те, которые не приносят вообще, ну пытаются казаться, он их проповедует. И наша задача с вами, это узнавать того, на кого мы смотрим по плодам. Не думать, о, у него такие листья, да, у него плоды шикарные. Нет, подойдите, посмотрите. А второе, это не осуждать. Потому что, возможно, не его время. Год прошел, и манговое дерево пронесло плод. А мы-то думали, что это Бог нас наказал, да? Ну, я-то и шучу, конечно. Мы так не думали. Просто мы поливали его, поливали. Просто из быкви к дереву поливали. Ну, вот такое, что, знаете, год поливаешь, два поливаешь. А потом хозяин приходит к плантации, говорит, ну давайте топорик и под перешок. А приходит кто-нибудь и говорит, подожди, давай спасем. Он говорит, как? А давай вот мы его еще годик польем, навозом обложим. Не духами, а навозом. Навозом. Совсем не тем, на что мы рассчитывали. И вот если после этого он не принесет плод, тогда будет. Вы знаете, что происходит? Впоследствии обычно приносят плод. Потому что должен быть всегда кто-то ушел, взглядом со стороны. Я к чему призываю вас сейчас? Смотрите на себя внимательно в зеркало. Если мы не готовы быть служителем для самого себя, если мы не готовы быть пастором для самого себя, нужно найти того, кому мы хотим упоробиться. И это должен быть не человек. Это должен быть Иисус. Потому что когда Иисус приходит и показывает нам свою чистоту, свое желание, свои действия, которые он производит в жизни каждого из людей, мы хотим делать точно так же, чтобы мы видим результат.